Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет обзор проекта района ролеплей. Да, это тот самый проект, я был когда-то со основателем. Вообще, последний раз я играл здесь в июне, потому что именно в июне я ушел по собственному желанию с этого проекта. С поста со основателя, в принципе, и вот почти спустя год я обратно здесь, и посмотрим, что изменилось, а что не изменилось. Также я оставил модпак, поэтому в первую очередь, наверное, сейчас поедем посмотрим, что вообще в модпаке изменилось, и купим себе какую-то машину. Сразу вам говорю, пацаны, что это реклама, поэтому прошу вас отнестись к этому совершенно нормально, потому что обзоры довольно-таки у меня очень редко выходят, поэтому я надеюсь на ваше понимание. Все, пацаны, желаю вам приятного просмотра, погнали. Итак, давайте прежде чем я поеду, посмотрим систему меню, пишем slash mm, и у нас появляется вот такое вот новое обновленное меню. Очень красиво, его раньше не было, в принципе, вот написан мой ник, Кирилл Пудбуль, возраст, предупреждений, военный билет есть у меня. В принципе, здесь написана вся информация, статистика, лицензия, мой ник, личное меню и настройки. Очень все на самом деле удобно, вот команда эфира подать жалобу, заделать вопрос, безопасность, улучшение, сменить ник, рулетка, донат, активировать промокод. И здесь есть разные настройки чата еще, ну, вы поняли, я думаю. Навыки здесь можно посмотреть, в принципе, вот у меня все навыки. Ну, довольно-таки реально очень красивая, очень красивая статистика, очень красивое меню. Мне оно очень нравится на самом деле, очень красиво выглядит, красивый текст-драфт. Так, давайте посмотрим еще систему инвентаря, пишем INV, здесь у нас есть система инвентаря. Меню, GPS, репорт, закрыть, использовать, передать, выкинуть. Тоже довольно-таки неплохо выглядит, но вот эти иконки какие-то очень простенькие, можно было бы как-то заморочиться на самом деле, а как их брать вообще? А, вот я взял, так, использовать, давайте введем патронов, что допустим. У нас только 60 патронов, давайте пробуем взять тогда. Так, выбираем, использовать и 60 патронов. Все, у нас есть автомат, но здесь деймить нельзя, поэтому видите, вообще нельзя деймить. Все, давайте теперь возьмем, получается, скутер и поедем в автосалон. Так, по пути в автосалон я заметил, что изменили маппинг, вот, этой дороги раньше не было, как я помню. Раньше был такой подвесной мост, в принципе, как и в основном всех проектах, но здесь изменили маппинг, сделали такие небольшие горы, по бокам сделали деревья, и это довольно-таки очень круто выглядит. Я, на самом деле, на самом деле, мне больше нравится именно вот такая вот дорога, чем подвесной мост, потому что подвесной мост уже очень сильно доел и приелся, потому что он есть на всех проектах. Сейчас я вот уже почти доехал до автосалона, и мы будем смотреть машины, которые там есть. И, возможно, я куплю себе какую-то машину, чтобы мы могли нормально передвигаться и посмотреть, что еще нового добавили на проекте. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok